Дорогие друзья, сегодня хочу рассказать вам про необычные фонтаны Рима. Ятца Дель Попполо превращена в монументальный вход в город. Такой, какой мы сейчас видим площадь, она была спроектирована и построена архитектором Володьев в 1816 году. На площади три фонтана, которые замечают все. Два монументальных фонтана-ракушки с группами скульптур наверху, изображающими бога Нептуна с тритонами и богиню Рима с аллегориями двух рек Тибра и Аньены. И фонтан львов, который находится вокруг обелиска. А вот два питьевых фонтанчика мало кто замечает. Со стороны церкви Санта-Мария Дель Попполо и рядом у противоположного здания напротив казармы, ранее принадлежавших папской гвардии, расположены два небольших фонтана, выполненных из древнеримских саркофагов. Сейчас это питьевые фонтанчики. Но до этого один саркофаг был поилкой для животных. По заказу Пия Пятого в 1565 году была сделана поилка для конной гвардии. А в другом саркофаге стирали белье, что до 18 века придавало этому месту сельский характер. После перепланировки площади в начале 18 века функция саркофагов немного изменилась. Теперь это питьевые фонтанчики. Полосатый саркофаг напротив церкви с двумя портретами супругов. Он датируется серединой 3 века н.э. А на другом саркофаге изображена только мужская фигура в тоге. Он датируется концом 3 века. До 19 века площадь была одним из мест, где проходили смертные казни. Сейчас это место встречи. И на этой площади очень часто проходят всевозможные мероприятия. Рядом с испанской лестницей, на вершине Пинчо, откуда открывается очаровательный вид на город, возвышается прекрасная вилла Медичи. Мы сейчас туда пойдем. Это здание 16 века носит имя одного из первых владельцев Фердинандо Медичи. В 1803 году, когда город находился под французским управлением, Наполеон завладел зданием и перевел туда французскую академию. Даже сегодня вилла Медичи официально принадлежит французскому государству. Но речь сейчас пойдет не о французской академии. Я хочу рассказать вам историю о королеве Кристине Шведской, одной из самых образованных женщин 17 века. Кристина, родившаяся в 1626 году, была провозглашена королевой Швецией в возрасте 6 лет. В 1654 году она отреклась от престола, от протестантской веры, приехала в Рим, приняла католическую веру и прожила здесь до конца своих дней. Кристина жила в разных дворцах Рима, встречалась со многими известными художниками и писателями того времени. Помимо любви к искусству, Кристина также интересовалась науками и даже эзотерикой. Кристина Шведская также была известна своим высокомерием и противоречивым характером, а иногда и необычными привычками для королевской особы. Например, когда она сидела, она скрещивала ноги и нецензурно выражалась. Даже ее соблюдения религиозных правил как католика никогда не были слишком строгими. Ее дружба с папой Александром VII и многими другими людьми гарантировали ей привилегию. Жизнь Кристины Шведской в Риме окутана любопытными анекдотами. Например, однажды во время посещения Ватикана ей показали большой фонтан на площади Святого Петра. Единственный из двух фонтанов-близнецов, присутствующих в то время на площади. И когда она прошла его, она сказала тем, кто сопровождал ее, спасибо, теперь вы можете выключать воду. Легенда, благодаря которой Кристину больше всего помнят в Риме, касается выстрела из пушки. Однажды она назначила свидание кардиналу на вилле Медичи, но кардинал не явился, как было условлено. Разъяренная Кристина побежала к замку Святого Ангела и из одной из многочисленных пушек замка выстрелила в сторону виллы. Пушечное ядро долетело до бронзовой двери виллы, оставив след на одной из панелей. Говорят, что на фонтане то же самое пушечное ядро, выпущенное королевой, которое осталось невредимым. И сейчас, рассматривая фонтан пушечного ядра, мы вспоминаем историю о Кристине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спускаемся по испанской лестнице, которая никогда не была испанской. Она просто идет на испанскую площадь. Бедные французы, что же им приходится терпеть, ведь именно они дали деньги на строительство этой лестницы. Сейчас спустимся с лестницы и пойдем на улицу Маргутте, и я вам покажу еще один необычный фонтан. Май – самый прекрасный месяц для прогулок по Риму. Еще не так жарко, а вокруг свежая насыщенная зелень и цветущие кустарники. Мы идем с вами по улице Маргутта к фонтану художников. Среди необычных фонтанов Рима стоит отметить и фонтан художников. Фонтан входит в серию из десяти фонтанов, которые были заказаны архитектору и скульптору Пьетру Ломбарди в 1927 году. В этом видео я вам еще покажу другие фонтаны из этой серии. Они были разработаны для замены чугунных питьевых фонтанчиков. На этой улице в 17-18 веке располагались мастерские и резиденции художников, скульпторов, писателей, а затем и фотографов. Фонтан художников отдает дань уважения улице, на которой жили художники. Внутри арки находится ниша, где просматривается целый набор художника – мольберты, циркуль, табурет, а наверху ведро с кисточками и скульптурными молотками разных размеров и форм. Две центральные маски, грустные и счастливые, символизируют периоды жизни художников. На фонтане римскими цифрами написано год создания фонтана – 1927. Фонтан Бабуина, в честь которого была переименована улица. Улица существовала уже в 14 веке и на самом деле имела разные названия. В 1525 году, благодаря работам по заказу папы Климента VII, улица была названа улицей Климентина в честь своего создателя. Затем она стала улицей Паулина, потому что папа Павел III приложил руку. А затем при папе Пии V в 1571 году был установлен новый фонтан и украшен статуей Селена. Статуя прославилась среди жителей района своим уродством, вплоть до сравнения с обезьяной. Так родился Бабуин, и в честь которого даже изменили название улицы. Кстати, Бабуин входит в группу так называемых говорящих статуй Рима. Стену здания банка на одной из отходящих улиц от улицы Корсо встроен фонтан с изображением мужской фигуры. В руках он держит бочку. Этот фонтан представляет собой одного из водоносов, которые бродили по городу в 15 веке, когда древнеримские акведуки находились в состоянии сильного упадка. До конца 16 века папы восстанавливали акведуки, а носильщики воды брали воду из общественных фонтанов, носили и продавали ее по домам. Чтобы было понятно, хочу пояснить. Когда в 537 году Готам не удалось завоевать город, они перебили все акведуки. Были проведены работы, но этих работ было недостаточно, и поэтому римлянам для умывания и питья приходилось использовать воду из тибра, как в начале истории Рима. Или пользовались фонтанами, в которых была вода. Именно тогда появились носильщики воды. Торговля водой продолжалась примерно до конца 16 века. После восстановления акведуков носильщики воды уже не были востребованы и исчезли с улиц Рима. В начале 17 века фонтан носильщика воды превратился в говорящую статую Рима. Еще один фонтан из 10 фонтанов, созданных Пьетро Ломбарди в 1927 году. Фонтан Тиара. Он символизирует район Борго. Все убранство отсылает нас к наличию здесь папской резиденции. На площади Святого Петра есть два фонтана-близнеца, созданные двумя разными скульпторами в разные эпохи. Один в конце 15 века, позже он был модифицирован модерно в начале 17 века, а другой более поздний. Он был создан в Бернине в 1667 году. Мы сейчас находимся рядом с самым старым фонтаном. Фонтан состоит из двух чаш. Верхняя чаша намного меньше по размеру, чем нижняя. Цель перевернутой чаши состоит в том, чтобы разбить воду, которая на нее падает, из сильной центральной струи. Таким образом, вода разбивается на множество маленьких капель, она стекает вниз, создавая своего рода тонкий дождь с эффектом вуали. С одной стороны, кажется, что это простой фонтан, а с другой стороны – необычный. Ведь вода, стекающая с фонтана, создает такой необычный эффект – эффект вуали. Много лет назад струя воды была намного мощнее, чем мы видим ее сегодня. Высота струи достигала почти 8 метров. А фонтаны производили впечатляющий эффект. Они казались намного больше, чем есть на самом деле. КОНЕЦ Улица Кончилиацьоне появилась после сноса части района Борго по приказу Муссолини в 1930-х годах. Поэтому облик этой части города был изменен. Что касается некоторых фонтанов, то они были перенесены. Первоначально фонтаны стояли у дворцов и были сделаны во время понтификата папы Павла V Боргези. Он хотел создать свидетельство о себе и своей семье, поэтому на фонтанах мы видим его георгические символы. Брусчатка на улице Фрима сделана из базальта в форме усеченной пирамиды и называется Санкт-Петрини, потому что первый, кто использовал ее, был папа Сикс-Пятый, известный как папа-градостроитель, и придумали ее на фабрике Святого Петра. Затем папа племен XII в XVIII веке широко использовал брусчатку на улицах Рима. Ну а после объединения Италии брусчатка появилась во всем городе. В наше время очень часто дороги выравнивают, и базальтовые усеченные пирамиды вновь укладывают вручную. Италии брусчатка на улице Фрима Боргу-Пио был средневековым районом Рима, который, как и все районы Рима, имел свою историю. Здесь были свои приюты, церкви и фонтаны, которые были построены для паломников. Во время перепланировки района в XX веке многие из них были удалены и перестроены. Несмотря на это, на улице Боргу-Пио есть небольшой фонтан необычного вида, который напоминает маленький храм. Очень простой фонтан. Его украшает трехъярусная тиара, символ папского трицарствия, и скрещенные ключи. Скрещенные ключи символизируют ключи от Царства Небесного, доверенные Святому Петру. Вот такой еще один необычный фонтанчик. В конце улицы Боргу-Пио открывается вид еще на один фонтан – фонтан пушечного ядра. Этот фонтан посвящен району Боргу. И это еще один фонтан, созданный Пьетру Ломбарди в 1927 году. Фонтан расположен под круглой аркой, украшенной гербом муниципалитета Рима, а в центре – пирамида из пушечных ядер. Она отсылает нас к замку Святого Ангела, который являлся папской крепостью, и папы там находились, когда были в опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сейчас подхожу к пьяце де ла Кьеза Нова, которая расположена вдоль корсу Виктория Мануэля II и в двух шагах от площади Навона. Но многие туристы даже не доходят до этой площади, а если доходят, то не задерживаются надолго. Но здесь находится любопытный фонтан – фонтан под названием Супница. Фонтан был сделан Джакомо де ла Порто и поставлен на площадь Кампо де Фиори. Точнее, он стоял там, где сейчас стоит знаменитая статуя Джордана Бруно. В то время фонтан был без крышки. Жители Кампо де Фиори часто использовали его для охлаждения продуктов, цветов и различного товара. Но однажды это заметил папа Григорий XV, рассердился и приказал накрыть фонтан крышкой. Именно тогда римляне и прозвали этот фонтан Супница. Сейчас на месте фонтана находится статуя бедного философа Джордана Бруно, который в 1600 году был заживо сожжен на Кампо де Фиори. Пока я снимала это видео, у меня родилась идея создать новый маршрут с названием «Фонтаны Рима». Думаю, он тоже будет пользоваться большой популярностью, как и все мои маршруты. Конечно, в этом видео я показала не все фонтаны, которые будут входить в маршрут. Их будет намного больше. Так что, если вы будете планировать поездку в Рим, обращайтесь. С большой радостью и любовью покажу вам вечный город. Я очень хочу, чтобы ваше первое впечатление о Риме запомнилось только с хорошей стороны. Мы на экскурсиях не только говорим об истории и искусстве, мы заходим в книжные магазины, библиотеки, церкви и, конечно же, дегустируем продукты. Мы заходим в книжную-коррель, мы заходим в книжную-коррель, запомнились в книжную-коррель, и, конечно, дегустируем продукты. Курсий-коррель, библиотеки, церкви, церкви и церкви и церкви, Продолжение следует... На площади Кампо-де-Фиори есть фонтан, но он является копией того фонтана, который мы сейчас называем Супница. Очень красивые скрытые дворики, куда мы обязательно заходим с моими туристами. В этом дворике особенно красиво, когда цветет жасмин. Давайте заглянем. Продолжение следует... Продолжение следует... Все три фонтана на площади Навона закрыты сейчас на арестовании. Продолжение следует... Продолжение следует... Фонтан книг тоже работа Пьетро Ломбарди. В фонтан строим здание, которое является первым университетом Рима – Лос-Апьенце. Сейчас здесь находится городской архив. По бокам на полочках находятся книги с закладками, оттуда вытекает вода – символ знаний. В центре находится олень, символ района, в котором мы находимся – район Санто-Устатки. Рим – город фонтанов. Даже на этой маленькой улице находятся два фонтана. Фонтан книг и это великолепная чаша времен императора Нерона. Раньше она находилась в термах императора Нерона. Чашу нашли в конце XX века во дворике дворца, сделали ей подставку и поставили на площадь. Сейчас это римский фонтан. Элегантный фонтан в центре внутреннего двора дворца Венеция. Фонтан – свадьба Венеции с морем. Олицетворение Венеции можно узнать по головному убору дожей – и льву Сан-Марко у ног Венеции. В этом великолепном дворике можно посидеть и отдохнуть от шумного города, в другую сторону. Фонтан – свадьба Венеции с морем. Фонтан. 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 Мы находимся с вами в районе Пинье, в переводе с итальянского «шишка». Он получил свое название из-за найденной здесь бронзовой сосновой шишки. Затем ее перенесли в константиновскую базилику и использовали там как фонтан. Сейчас эта бронзовая шишка находится в музеях Ватикана. В 1927 году в память о древней сосновой шишке Пьетру Ломбарди получили создать фонтан, вдохновленный этой темой. Фонтан расположен на площади перед церковью Сан-Марко. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и пишите комментарии. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok